Удивительно, но все изменилось только тогда, когда при въезде на незаконную свалку установили бетонные блоки. Грязная история. Свалка наконец закрыта, однако проблем стало еще больше. В поселке Искателей громкий коммунальный скандал. Теперь местным жителям пристыд платить не только за откачку жидких бытовых отходов, но и за их размещение в городе. Тарифы вырастут в несколько раз. Вывоз жидких бытовых отходов происходит нерегулярно, поэтому платить за то, что не происходит, не хочется. Вместо привычных двух километров специализированные машины теперь преодолевают все 22. Справятся ли городские очные сооружения с дополнительными объемами? Это порядка 500 кубометров ЖБО ежедневно. Мы очередяем церем. Нам по 10 машин скапкаются. Значит, стыд. Чем закончится история с душком и что говорят представители власти и контролирующие органы? Большой репортаж Надежды Хабаровой. А на каком основании закупают родители, если это тоже должно делаться за счет бюджета? Перевод стрелок. Учебный год уже начался. Главный вопрос до сих пор без ответа. Кто должен покупать школьные рабочие тетради? Многие родители не согласны с позицией образовательных учреждений. В среднем где-то получается 3,5-3 тысячи рублей в год мы тратим на одного ребенка на тетради. Что написано в федеральном законе и почему некоторые руководители школ уходят от ответа? Уполномоченный по правам ребенка уже встал на защиту родителей учеников. Учебники, учебные пособия, а также учебно-методические материалы доставляются бесплатно. Иван Кутенников попытался понять, кто недоговаривает. Что убрали, то и вернули. С 1 января у работников бюджетной сферы поднимутся зарплаты. Такое решение принял в Рио губернатор Александр Цибульский. А вот у чиновников денежное удовольствие останется на прежнем уровне. Сэкономленные средства направят на социальные выплаты. Мусоровозы нового поколения местные коммунальщики внедряют современные технологии в систему ЖКХ. Данные мусоровозы вообще разработаны по техзаданию, индивидуальному нашу техзаданию. И они в России единственные. Что такое заглубленные контейнеры и чем они лучше привычных металлических баков? Все прикрыто, закрыто. То есть позволяет мусору не разлетаться, собаки не растаскивают мусор. Когда жители Наринмара забудут о вечных свалках в своих дорогах и где именно установят экспериментальные для региона мусорные контейнеры. И в Наринмаре продолжается региональный кубок по волейболу среди женских команд. Сегодня в эфире матч-реванш. Опыт против молодости. Выигрывает та команда, которая психологически сильнее. И у нас не хватает психологического терпения. Кто оказался сильнее на этот раз и почему местные спортсмены медленно прогрессируют? Нет, вы из них соревнования. И мы здесь, так скажем, в одном котле находимся. Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. События недели начинаются. Это программа События недели. Здравствуйте. О самом важном и интересном, что произошло за минувшие 7 дней, вам расскажут мои коллеги и я, Олег Катанзийский. Начнем выпуск с серьезной коммунальной проблемы. У поселка Искателей больше нет собственной свалки. Не для сухого бытового мусора, не для жидких отходов. Теперь незаконный полигон официально закрыт. Контролирующие органы добивались этого не один год. Писали в прокуратуру, вызывали экологов, обращались даже в суд, который, кстати, выиграли. Однако свалка продолжала работать. И вот теперь, когда, казалось бы, своего не добились, появилась масса серьезных проблем. Куда вывозить нечистоты? Свои очистные сооружения до сих пор не работают. Навстречу пошел город, ему по силе справиться с дополнительным объемом. Но жителей поселка такая новость явно не обрадовала. Ведь теперь платить за ту же услугу придется, внимание, в три раза больше. Их можно понять. Ведь по факту для людей ничего не изменится, разве что цифра в квитанции. Прямо сейчас большой репортаж Надежды Хабаровой. В 15-м году и в 16-м году в управление Роспроднадзора ПАНАУ за оформлением лицензии никто не обратился. В настоящее время доступ на свалку транспортных средств прекращен. Сегодня в город получается по предварительным расчетам 291 рубль. Считайте 300 рублей. То есть резко в три раза цены возрастут. Это пара километров туда, что какой роль играет? По-моему, никакой. Я лично считаю, что у нас сложившаяся ситуация закрытия полигона уже становится просто чрезвычайным. Такого ажиотажа на городских очистных сооружениях не было никогда. Теперь здесь каждый день скопление санизаторской техники. Начиная с 7 утра, заканчивая поздним вечером. Очередь стала большая. Стоим подолгу, ждем очереди. Максимально сколько здесь можете постоять? Час. Сколько рейсов успеваете выполнить за день? Не знаю, 7 рейсов успеваю сейчас. С прибой. На зарплате это скажется ваше? Конечно. То есть меньше получите? Конечно, меньше. Дело все в том, что к городским объемам вывозимых стоков добавились еще и искательские. Теперь водители коммунальных машин, обслуживающие поселок, тратят на один рейс до двух часов. Вместо привычных – 20 минут. Часа полтора-два там очередя все время. Там по 10 машин скапливаться на очистных. Сколько стоите там? 50 минут, полчаса. Когда как? Теперь очистные города должны принимать со санизаторских машин не 500 кубов жидких отходов, как это было всегда, а более тысячи. При том, что сливная станция способна одновременно обслуживать лишь два автомобиля. Именно из-за этого здесь создается небывалая очередь, а водители не успевают выполнять необходимое количество рейсов. Ну, эту проблему буквально вчера вечером обозначили мне лично. Ну, вот мы с утра уже пытаемся как-то решить эту проблему. Ну, рядом стоящий слюной колодец также будут сливаться две машины. То есть одновременно мы планируем принимать стоки от четырех машин. Поселок Искатели имеет достаточно уникальную особенность. Здесь вообще нет системы канализации. Все дома, а их в поселке более двухсот, оборудованы либо септиками, либо выгребными ямами. Соответственно, и те, и другие приходится регулярно освобождать. Так вот, только за один день ассанизаторская техника должна вывозить более одной тысячи кубов жидких отходов. Пока власти решали, куда же все-таки девать искательские отходы, образовался некий простой. Как результат, на данный момент практически все септики и выгребные ямы поселка заполнены до отказа. У нас тут размывает, у нас постоянный запах неприятный. Заполненные или даже переполненные септики – это извечная история поселка Искатели. Чуть ли не каждая вторая жалоба населения касается нерегулярного вывоза жидких отходов. А теперь, с учетом нового транспортного плеча, машины будут ездить еще реже. Ведь кроме как в городе сливать нечистоты больше негде. Искательскую свалку контролирующие органы пытались закрыть больше года. Но ни запреты экологов, ни предупреждения надзорных структур, ни даже решения суда не могли повлиять на эту ситуацию. И все это время сюда продолжали вывозить жидкие бытовые отходы. Удивительно, но все изменилось, когда при въезде на незаконную свалку установили бетонные блоки. Бетонные блоки оказались самой эффективной мерой. И свалка не принимает отходы уже больше двух недель. И по всему этот объект эксплуатироваться в дальнейшем никогда не будет. Лицензия должна была быть получена до 1 июля 2016 года. В 2016 году в законодательстве Российской Федерации по обращению с отходами произошли большие изменения. И сейчас требуется наличие лицензии. Ее, к сожалению, на эти объекты сейчас уже получить невозможно. Потому что они не соответствуют новым возросшим требованиям. Соответственно, эти объекты и не могут сейчас на данный момент эксплуатироваться. То есть сейчас, даже при желании, получать лицензию не смартфон? Не получится. Потому что вот это уже не соответствует требованиям. Бесконтрольное и незаконное размещение отходов на свалке представляет опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. И как следствие, в августе этого года произошло возгорание отходов, размещенных на свалке. Что также нарушает право граждан на благоприятную окружающую среду. Жители-искатели прекрасно помнят, что происходило на свалке этим летом. Порядка двух недель горели твердые бытовые отходы. Пожар разошелся на тысячи квадратных метров. Ситуация осложняется еще и тем, что горение происходит на глубине почти 6 метров. Поэтому в тушении возгорания задействованы не только пожарные, но и тяжелая техника. Пожар тогда с трудом, но потушили. В сентябре к делу приступила прокуратура и все-таки обязала главу поселка исполнить решение суда, которое, кстати, было принято осенью прошлого года. Еще тогда администрация искателей должна была прекратить сливать здесь отходы. Но почему руководство поселка не исполняло судебное решение все это время? Состоялся суд, и причем инициаторами выступили здесь, в принципе, народный фронт. Не разговариваешь, несмотря какие последствия, к чему это приведет. Получается, какая-то масса проблем. Ну, и по большому счету, все это ложится просто на плечи населения. Я говорю, почему год держался, а тут пришлось уже идти на то, что надо выполнить решение суда. Как разрешить проблему? Ну, сегодня мы опять обратились. Мы, честно говоря, мы вели переписку три года по этому вопросу. Были различные заседания, в департаментах и везде. Но никакого вопроса мы конкретно и не пришли. Так скажем, еще один побочный эффект закрытия свалки гораздо серьезней. У коммунальщиков, которые обслуживают поселок, появились дополнительные и совсем немаленькие затраты. Размещение здесь на свалке всегда было бесплатное для населения. Соответственно, никто плату никогда не взымал. На сегодняшний день очистные сооружения и городская свалка принимают непосредственно все отходы платно. Ну и, соответственно, тариф на саму перевозку увеличился, просчитывали более чем в три раза. То есть, соответственно, затраты увеличились. И ведь по факту для населения ничего не поменялось. Септики и выгребные ямы как стояли, так и продолжали стоять. И комфорта, по сути, не прибавилось. Вывоз жидкий бытовый выход ход происходит нерегулярно. Поэтому платить за то, что не происходит, не хочется. Возмущенные жители и руководство поселка обратились за помощью в окружную администрацию. Глава региона Александр Цибульский собрал экстренное совещание. Я лично считаю, что у нас сложившаяся ситуация закрытия полигона с отсутствием достойного обслуживания коммунальных отходов, вылаза коммунальных отходов, уже становится просто чрезвычайным. Я честно вам скажу, что я все выходные в основном занимался, как дался вопросом. Надеюсь, вы занимались тем же самым. Чтобы не взваливать на жителей транспортные расходы коммунальной техники, искателям будут выделять субсидию. То есть, эту часть затрат возьмет на себя округ. Другое дело размещение отходов на объектах городских предприятий. Бюджет их компенсировать просто не может, так как это же личная услуга. И по законодательству оплачивать ее должны собственники. Будем выходить и объяснять. Ну, в любом случае, увеличение этой платы, оно объективно объяснимо. То есть, сейчас возим на официально разрешенные очистные сооружения, где взывают плату за размещение. Это обязанность собственника платить. То есть, так или иначе, платить придется больше. Даже в том случае, если в поселке все-таки заработают очистные сооружения. Перерабатывать стоки на новом объекте бесплатно никто не будет. Но при этом транспортные расходы уйдут в прошлое. Пока коммунальный комплекс не введен в эксплуатацию, за перевозку нечистот вынужден платить округ. Хотя и этого можно было избежать. Ведь сдача очистных по контракту планировалась на октябрь 2015-го. Но компания «Спинокс» до сих пор не приступила даже к тестовому режиму работы. Было у нас совещание с представителем подрядчика «Зао Спинокс», подставителем района, потому что заказчиком является муниципальный район. Значит, подрядчик пока для себя ставит сроки, которые он нам озвучил, это 15 декабря. То есть, 15 декабря он хочет перейти в жиль пусконаладки. Ну, то есть, пусконаладка подразумевает, что туда будут возиться стоки, будет наблюдение, да, то есть, где нужно будет там же бактерии, да, то есть, нужно ли больше бактерий, то есть, будет смотреть качество этих стоков, исходя из этого менять технологию. Ну, и пусконаладка, он планирует где-то, по идее, полгода, но порядка пяти месяцев ставит перед собой. Только до мая следующего года на объекте будут налаживать систему очистки, учитывая то, что 50% всех сточных вод комплекс перерабатывать не сможет. Нечистоты из выгребных ям по своему составу не соответствуют требованиям, и их необходимо дополнительно разбавлять. И это не единственная проблема еще даже неработающих очистных сооружений. Что касается появления в поселке централизованной канализации, которую также планировали строить, то на данный момент проект существует лишь на бумаге. Его реализация по предварительным расчетам потребует порядка миллиарда рублей. Таких денег сегодня нет ни у округа, ни тем более у муниципалитета. Надежда Хабарова, Сергей Качегов, Вадим Стасюк, Илья Яновицкий. События недели. Теперь переходим к другой, не менее запутанной истории. О школьных рабочих тетрадях мы говорили уже не раз. Кто их должен приобретать, за чьи счеты вообще нужны ли они ребенку. Однако с каждым днем вопросов становится только больше. В федеральном законе прописано, учебные пособия закупаются исключительно школами. Вот только непонятно, относятся ли рабочие тетради к этим самым учебным пособиям. Одни говорят да, другие нет. Сегодня можно смело сказать, большинство средних образовательных учреждений региона ответственность за приобретение тетрадей переложила на плечи взрослых. А ведь стоят они немалых денег. В среднем один комплект обходится в 3000 рублей. Понятно, что родителей такая ситуация не может радовать. За питание заплати, за форму, канцелярские принадлежности и многое другое. В общем, одни расходы. Мой коллега Иван Кузденников подготовил специальный репортаж на эту злободемную тему. Он попытался выяснить, так кто же все-таки должен покупать рабочие тетради. Давайте посмотрим. Если раньше ученики обходились только учебниками и обычными тетрадями в клеточку и линеечку, то сегодня представить образовательный процесс без рабочих тетрадей практически невозможно. Они необходимы уже буквально с первых классов и зачастую, едва ли не по всем предметам. Третьеклассница 4-й школы Лиза Ваучейская в рабочих тетрадях занимается с большим удовольствием, ведь там задания интереснее и красочнее. Там есть картинки, задания, там таблицы с умножением, делением, минусом, плюсом решать. Или задачи, или что-то дорисовать надо. У нас было уже задание, чтобы домик нарисовать там. Ну, там половинка нарисована, и надо было точно такую уже сделать. Мама девочки Елена рабочие тетради для дочери каждый год покупает за свой счет. Сумма за весь комплект выходит немаленькая – порядка трех, а то и трех с половиной тысяч рублей. Самое обидное для родителей, что далеко не всегда тетради в течение учебного года заполняются полностью. Возникает резонный вопрос, а за что тогда мама и папа школьников отдают свои деньги? В конце года анализировала, да, что в принципе не по всем рабочим тетрадам, тетрадям выполнение на 100%. Есть тетради, которые действительно там половина или одна треть заданий сделано, остальных нет. Я понимаю, что нагрузка большая, учителя составляют планы работы. Но если мы приобретаем за свой счет, то хотелось бы, конечно, чтобы побольше давали заданий, и чтобы дети занимались уже на 100% в этих тетрадях. Таких ситуаций быть просто не должно. Об этом говорят не только родители, но и руководители школ, специалисты департамента образования, а также представители власти. Учитель несет ответственность определенную. То есть, если он объяснил необходимость приобретения именно этого учебного методического комплекса, значит, он понимает, что он должен отработать по этому учебному методическому комплексу. Так должны ли школы сами закупать рабочие тетради? Согласно 273-му федеральному закону об образовании в Российской Федерации, все образовательные организации самостоятельно определяют перечень необходимых учебников и учебных пособий, и приобретать их они должны сами. Но входит ли в такой список рабочие тетради? В федеральном законе об образовании 273-м нет понятия рабочей тетради. И мы в данном случае руководствуемся ГОСТом на издательскую продукцию, где рабочая тетрадь относится к учебным пособиям. Хотя многие субъекты Российской Федерации придерживаются другого мнения. Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком округе Римма Галушина уже направила письма в адрес руководителя образовательных организаций с объяснением этих норм. О том, что рабочие тетради должны приобретаться школами, на Всероссийском родительском собрании заявила и министр образования и науки страны Ольга Васильева. Если школа включает тетрадь в обязательный перечень, то она должна его обеспечить. Других вариантов быть не может. Волонтаризм здесь не допускается. Многие родители до недавнего времени были уверены, что рабочие тетради они должны закупать самостоятельно за свой счет. Но в начале этого года в адрес члена общественной палаты при администрации региона Татьяны Антипиной стали поступать обращения. Люди не понимали, почему школа отказывается приобретать необходимые учебные пособия. Оказывается, статья в законе об образовании, где как раз пользование учебными пособиями считается бесплатным для учащихся, она включена была в закон об образовании от 29 декабря 2012 года. Понимаете? То есть получается, что мы просто об этом, ну никто, ну понятно, мы родители не в курсе, а, наверное, кому-то удобно, что родители не в курсе и могут за свой счет, ну, что-то делать сами. Для того, чтобы школы имели возможность приобрести рабочие тетради за счет окружного бюджета, их необходимо внести в заявку в учебно-методический комплект. Весь этот список утверждается приказом директора школы и размещается на сайте образовательного учреждения. В случае, если рабочая тетрадь не входит в учебно-методический комплект, который не утвержден приказом директора школы, не размещен на сайте, то данная рабочая тетрадь, ее приобретение носит рекомендательный характер и не может быть, не может требоваться в обязательном порядке. Получается, руководители образовательных учреждений просто не вносят рабочие тетради в учебно-методический комплект. Мы обратились за разъяснением ситуации в первую городскую школу, но там нам в комментарии отказали, зато пояснили в пятой. Причина проста – того финансирования, которое получает образовательная организация, в основном хватает только на учебники. Правда, с родителями здесь нет никаких проблем, от них покупки рабочих тетради не требуют. В противном случае предлагают ксерокопировать задания. Но родители сами заинтересованы, чтобы их дети получали знания в полном объеме. Они понимают ситуацию, возмущения, по крайней мере, у меня никаких заявлений письменных, возмущений нет. Родительские собрания мы проводим, с родителями мы общаемся, как общешкольные родительские собрания, так и классные родительские собрания. На сегодня родители понимают, что нам просто не потянуть весь этот комплект и идут нам навстречу. По сути, у родителей нет выбора. Отсутствие рабочих тетрадей сильно затрудняет образовательный процесс. Поэтому чаще всего взрослые объединяются в группы и заказывают пособия оптом. Так дешевле, да и все дети будут обеспечены необходимым материалом для занятий. Конечно, я потратила бы на что-нибудь другое. Какой-то праздник детям организовали, что-то приятное, одежда тут опять же нужна. Ну, грубо говоря, просто деваться некуда, получается, что. Ну, а как? Конечно. Если на школьном собрании говорят, что учебники школа предоставит, тетради приобретают родители самостоятельно. Естественно, родители организовываются, собирают деньги, оперативно все это закупают. Обычно рабочие тетради родители заказывают либо через интернет, либо покупают их в местных книжных магазинах. В этом году к Василию Торцеву по оптовым заявкам обратились 45 классов. Это на 9 больше, чем в прошлом. При коллективных заявках предоставляется скидка 20-25%. По словам предпринимателя, в наличии есть необходимый комплект рабочих тетрадей. Бывают случаи, когда даже заказав учебные пособия через интернет, родители все равно обращаются к бизнесмену. Или не то пришлют, не того года, или не довезут. Мы стараемся выполнить заявки на все 100%. Цена у нас средняя по России. Единственной образовательной организацией Наринмара, которая сама закупила рабочие тетради, в этом году стала школа имени Пырерки. По словам ее директора Людмилы Пашкиной, вместе с методическими материалами для учителей, все это обошлось 185 тысяч рублей. Но не стоит забывать, что в школе на данный момент обучается всего 234 человека. И подавляющее большинство – это дети из населенных пунктов округа, чьи родители не всегда могут позволить себе самостоятельно приобрести рабочие тетради. И для того, чтобы облегчить детям обучение в нашей школе, для того, чтобы учителям было комфортнее работать, естественно, нами было принято решение для приобретения этих рабочих тетрадей по английскому, по математике, по окружающему миру. Для начальной школы, я в данный момент говорю, были приобретены за одну тетрадь. И были приобретены тетради для начальной школы по географии, для лабораторных работ по химии, по физике. Рабочие тетради необходимы не только для школьников, но и для преподавателей. Они позволяют им разнообразить образовательный процесс. Кроме того, пособия дают возможность учителям сэкономить драгоценное время. В ходе уроков или при подготовке к ним. Некоторые из них, они просто обязательно, это контрольные работы. Они позволяют, во-первых, сэкономить время учителя для того, чтобы не писать всю контрольную работу на доске, как мы делали это раньше. Не копировать. А у каждого ребенка уже есть все контрольные работы на целый год. Есть в одной тетради. В профильном департаменте уверяют, на 2018 год в проекте бюджета будут заложены средства на покупку учебников, пособий, в которые включат и рабочие тетради. И приобретаться они будут за счет округа. То есть родителям больше не придется перед началом учебного года тратить собственные деньги. С 1 января мы приняли решение, что рабочая тетрадь будет относиться к учебным пособиям. Мы добавили норматив на каждого ученика на закупку необходимых рабочих тетрадей. Но еще раз повторяю, это не значит, что будут приобретаться тысячи рабочих тетрадей, которые не будут использоваться. Мы добавили средства, но они опять же ограничены, и школы будут приобретать только те рабочие тетради, которые действительно необходимы для учебного процесса. Непонятным остается одно, что мешало это решение принять раньше. Пока же родителям остается лишь смириться со сложившейся ситуацией и надеяться на то, что в следующем году подобной истории не произойдет. Ведь деньги на рабочие тетради будут, пообещали представители власти. Впрочем, главное, чтобы школы все-таки внесли данные пособия в учебно-методический комплект. Если их не окажется в списке, покупать снова придется самостоятельно. Иван Кутейников, Вадим Стасюк, Дмитрий Лукевич. События недели. Что ж, будем надеяться, что в следующем учебном году проблема все-таки не повторится. О том, что еще важного и интересного произошло за минувшие 7 дней, расскажем в традиционном дайджести событий. Работникам бюджетных и казенных учреждений Ненецкого округа вернут 10% заработной плате. Это произойдет уже в январе 2018-го. Напомню, в прошлом году региональным законом были сокращены расходы на фонды оплаты труда в бюджетной сфере. Тогда 10% своего заработка лишились многие местные жители. Отмечу, что данное решение руководство субъекта принимало вынужденно. Причины известны – это недополученные доходы регионального бюджета. Что касается чиновников, то временно исполняющий обязанности губернатор Александр Цибульский предложил воздержаться от принятия подобного решения в отношении лиц, замещающих госдолжности. Их доходы также в прошлом году были сокращены на 10%. А председателю собрания депутатов Анатолию Мяндину, глава округа, посоветовал самостоятельно принять решение по денежному содержанию народных избранников. То есть они должны сами определиться, возвращать себе сокращенные ранние доходы или нет. Добавлю, за счет экономии на зарплатах чиновников проиндексируют социальные выплаты жителям региона. Соответствующее решение было принято Александром Цибульским и поддержано членами администрации. В регионе утвердили величину прожиточного минимума на третий квартал текущего года. В расчете на душу населения размер составил 21 049 рублей. Это на 1% больше, чем во втором квартале. Так, для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 22 117 рублям. Для пенсионеров это 17 151 рубль, а для детей 22 135 рублей. В третьем квартале по сравнению со вторым отмечено увеличение средних цен по 18 позициям и 42, которые используются для определения уровня потребительских цен на продукты питания. Так, повысилась цена на свежую белокочанную капусту на 12%, картофель, яблоки, апельсины на 8. При этом незначительное подорожание в пределах 1-2% зафиксировано на хлеб, сливочное масло, рис, фасоль, карамель и маргарин. В минувший понедельник в Наринмаре отметили День жестянщика. Гололед застал водителей врасплох. Скользко было так, что по дорогам ездили не больше 30 км в час. Особенно не повезло тем, кто еще не успел переобуть свой автомобиль, а таких, пожалуй, большинство. По информации ГИБДД, в столице региона в этот день произошла не одна авария. От капризов северной погоды страдали пешеходы. Пройти несколько десятков метров по обриневшему тротуару и не упасть – настоящее испытание на внимательность и ловкость. Впрочем, серьезных ЧП избежать все же удалось. На больничную койку никто не попал. Во вторник гололеда уже не было. В Наринмар снова вернулась осенняя погода. В Международном детском центре «Артек», что в Крыму, стартовал финал Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». За главную награду фестиваля в течение трех недель будут бороться 700 учащихся из всех регионов страны. Ненинский округ в состязаниях представляют трое юных спортсменов. Это Александр Банин, Ярослав Шелилайтис и Екатрина Коваленко. Все они показали лучшие результаты во втором региональном этапе фестиваля и имеют золотые знаки отличия. В «Артеке» участников ожидают состязания в девяти видах спортивного многоборья. При этом программа фестиваля включает образовательную и конкурсную части. Школьники пройдут обучение по одному, а при желании – нескольким направлениям, таким как волонтер ГТО, юный посол или юный спортивный журналист. Как отметили в профильном департаменте всего в системе «Готов к труду и обороне», в настоящее время зарегистрировано порядка двух тысяч местных жителей. В целом по России свыше шести миллионов. С сентября Центр тестирования спортшколы «Труд» приступил к приемке нормативов ГТО. Ранних можно было сдать только в рамках трех проводимых в регионе фестивалей – зимнем, летнем или осеннем. И в столице региона на этой неделе стартовал благотворительный социальный проект для людей высокого возраста по обучению бальным танцам. Грант на его реализацию в размере 250 тысяч рублей получила Федерация современного танцевального спорта Нринмара. Занятия проходят в Семейном центре развития и досуга лет. Бесплатно и дважды в неделю. Кстати, по задумке организаторов лучшие пары примут участие в соревнованиях «Артик-данс», которые ежегодно проводит Региональная федерация танцевального спорта совместно с Нордом. Итак, продолжаем. В Сочи завершил свою работу Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В этом году он собрал порядка 30 участников со всей планеты. В стороне не остались и представители нашего региона. На берег Черного моря от Ненинского округа отправилась целая делегация – журналисты, общественники, молодые педагоги и политики, спортсмены, музыканты, ну и, конечно, студенты. Ребятам выпала большая честь рассказать всему миру о самом малочисленном субъекте большой страны. Экспозицию Ненинского округа посетили несколько тысяч гостей. Чум, малец, в общем, все как положено. Для многих это настоящая экзотика. На прямой связи со студией находится моя коллега Алина Ваучейская. Она непосредственно принимала участие в форуме. Алин, привет, расскажи, какие впечатления от форума в целом? Привет, Олег. Ну, несмотря на то, что официальная церемония закрытия состоялась еще накануне, сегодня продолжают работать стенды, площадки фестиваля. Сегодня завершающий день Всеверного фестиваля молодежи и студентов. И вот мы сейчас находимся около нашего Ненинского стенда. До сих пор тут приходят гости. Видно, что девушка собирается фотографироваться в национальной одежде. Также большой популярностью пользуется наша национальная ненинская игра ТЭПКО. Это ненинские шашки. Ну, вот всего через наш стенд прошли около 20 тысяч человек. То есть это практически все участники фестиваля молодежи и студентов. Напомню, всего их было здесь более 25 тысяч из 180 стран нашей голубой планеты. Ну, основной посыл фестиваля – это, конечно же, мир во всем мире. Все организаторы попытались объединить всю молодежь под девизом «Мы будущее», «Мы едины» и «Мы все братья». Всего в рамках фестиваля было представлено 240 площадок. Это и мастер-классы по фигурному катанию, и по хоккею. Конечно же, площадка ГТО. В общем, ну, долго перечислять, на самом деле. Попытаюсь вкратце рассказать о тех моментах, которые запомнились больше всего. Это, конечно же, церемония открытия. В основу представления легли шесть глобальных проблем человечества, которые были переданы через историю реальных людей. Это бедность, это экология, это инновации, образование и наука. Ну и, конечно же, информатика. На самом деле здесь довольно-таки сложно составить план дня, потому что настолько много всего, настолько много мероприятий, хочется попасть на каждое. Но, вот, к сожалению, все тут 24 часа, и поэтому... Но программы действительно очень насыщенные. Это встреча с известными политиками, известными деятелями культуры, известными журналистами. И, конечно, молодежь вся в восторге от того, что здесь происходит. Ну, помимо регионов, здесь свою культуру представляют, конечно же, и делегаты из разных стран. Они также рассказывают о своих обычаях, традициях. Ну, вот так вот вкратце и проходил весь фестиваль. Конечно же, обо всем здесь рассказать просто нереально. И по приезду мы уже будем готовить большой материал об этом фестивале. Итак, это была моя коллега Алина Ваучейска. Она рассказала о форуме в Сочи, который завершил накануне свою работу. А мы продолжаем. Местные коммунальщики решили внедрить современные технологии в сферу ЖКХ. В четверг предприятие «Чистый город» презентовало два новейших автомобиля для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. Особенность специализированных машин в том, что они способны работать с заглубленными контейнерами. Их еще называют подземными. В скором времени такие баки появятся во многих дворах Наринмара. Специалисты говорят, теперь жители забудут о разбросанном мусоре возле своих домов. Все подробности в следующем материале. Удивительно, но подобных автомобилей с такой комплектацией в России больше нет. Их изготовили по индивидуальному техзаданию. Грузоподъемность манипулятора 6 тонн. Это при том, что вес заполненного датка за пакета с мусором порядка 600 килограммов. В столицу региона новейшие мусоровозы доставили из подмосковной Балашихи. Эти кадры были сделаны на заводе изготовителя. Вот автомобили впервые проверяют на работоспособность. С помощью крана-манипулятора из заглубленного контейнера достают многоразовый пакет для отходов. Всего несколько секунд, и он условно опустошен. Заглубленные контейнеры – новинка для Ненецкого округа. Технология абсолютно простая. Пластиковые баки частично закапывают в землю. Внутрь помещают большой мусорный пакет. Его объем – 3,5 куба. Все прикрыто, закрыто, то есть позволяет мусору не разлетаться, собаки не растаскивают мусор. И один такой бункер заменяет 4 простых контейнера. Будем пробовать, смотреть, как себя покажет на Крайнем Севере данная технология. Подземные емкости уже доставили в столицу региона. В общей сложности 53 бака. В Наринмариях установят в ближайшее время места определены центральная часть города. Причем стандартные контейнеры убирать пока не будут. Работать с привычными баками смогут и новые мусоровозы. Автомобили универсальные. В этом и заключается их уникальность. Три в одном, говорят, местные хозяйственники. Здесь что внутри? Вот это грейферный захват с ротатором, который на стрелу ставится. И можно работать, грузить сыпучие материалы, нестанционированные свалки. Под разборки каких-то мусоров, еще чего-то убирать не надо. Для этого отдельные эскалаторы, самосвалы. Новые автомобили коммунальному предприятию обошлись в 14 миллионов рублей. Деньги выделила администрация Ненецкого округа в рамках муниципальной программы по благоустройству. Мусоровозы изготовили из самых современных комплектующих. Например, манипулятор итальянского производства. Управлять мини-краном можно не только вручную рычагами, но и с помощью беспроводного пульта. Радиус действия 25 метров. Сложности особо нет. Здесь только соблюдать алгоритм действий. Не нарушая алгоритм действий, тогда будет все нормально. Вот здесь у нас ручное управление. Переключаем на радиоуправление. Можно ходить и управлять. Уже манипулятор на установке абсолютно дистанционно. Теперь, чтобы выпустить автомобили на линию, необходимо дождаться установки заглубленных контейнеров. По словам специалистов, если новая технология хорошо себя зарекомендует, то в будущем подобные пластиковые баки появятся и в других районах города. Олег Танзейский, Антон Водряков, Илья Яновицкий. События недели. И в завершении выпуска новости спорта в столице региона. В самом разгаре Кубок Ненецкого округа по волейболу среди женских команд. Это первый официальный турнир в новом спортивном сезоне. Он стартовал в сентябре. На соревнования заявились 10 команд. Возраст участников не ограничен. Однако в составе некоторых коллективов исключительно школьницы. Опыт против молодости. Так можно охарактеризовать игру, которая состоялась в понедельник. На площадку вышли сигналы лидер. Команды абсолютно разные по возрасту и по игровому стилю. В свое время они уже встречались. Тогда победу одержала более опытная команда. Но о чем закончился матч-реванш узнаете из следующего материала. Соправшись, круг они синхронно приседают. Юные волейболистки прекрасно знают. От хорошей разминки зависит многое. Разогреть мышцы перед встречей не просто формальность, а необходимый в спорте ритуал. Для обеих команд предстоящая игра – первый в новом сезоне официальный матч. Сигналы лидер уже встречались на площадке. И здесь же. Тогда опытный коллектив, ему уже 24, и он неоднократно становился чемпионом региональных турниров, вырвал у оппонента к победу. Они видят площадку, так как у них больше опыта. Ну а мы тогда еще были маленькими. Школьницы говорят, эта встреча – матч-реванш. Им нужна только победа. В своих силах уверены, тренировались много и упорно. Представительницы команды «Сигнал» перед игрой заявили – шансы сегодня равны. Их соперницы энергичные и молодые, а потому легко не будет. Впрочем, на вопрос, какую перед собой ставите задачу на соревнованиях, волейболистки «Сигналы» уверенно отвечают. Первое место. Всегда первое место. Стремимся, по крайней мере. Не всегда получается. Для обеих команд эта площадка является домашней, значит, к ней привыкать не придется. Впереди как минимум час захватывающего волейбола. Игра начинается, но сначала традиционное построение. Подача, блок, перепасовка, удар. 1-1, 2-2, игра идет на равных. Одни забивают, другие догоняют. Волейболистки «Сигналы» понимают – нужно что-то менять. Их юные оппонентки не отстают, показывают совершенно другую игру, не похожую на ту, когда лидер проиграл. Каждое заработанное очко школьницы празднуют эмоционально. Чуть позже «Сигнал» все же оторвался. Ненадолго. Лидер снова догнал. 20-20 – решающие мячи. Каждая подача – стресс для тренера-школьниц. Впрочем, волнуются все. Оттого невынуждены ошибки на поле. В итоге опытные спортсменки дожимают. Первая партия остается за командой «Сигнал». В перерыве игроки «Сигнала» признаются. Их соперницы заметно преобразились. Играет более уверенно, а главное – хладнокровнее. Тренер лидера перед встречей говорил, его воспитанницы заметно волнуются. Не хватает психологической выдержки. Молодость, энергичность. У них замечательный тренер. В отличие от нас, которые занимаются уже больше 20 лет, мы сами приходим, сами играем. Они молодцы. Нам не хватило собранности, приема и психологического терпения. Как говорил наш тренер, выигрывает та команда, которая психологически сильнее. И у нас не хватает психологического терпения. И получается у нас такое. Девочки у нас психуют. И получаются такие вот казусы. Следующая партия осталась за лидером. Но развиться успех волейболисткам не удалось. Итоговый счет 3-1. Победу празднует опытная команда. Изменить турнирное положение школьницы еще смогут. Впереди три встречи. Если спортсменки наберут необходимое количество очков, то дальше плей-офф, игры на выбывание. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Име победителя узнаем 4 ноября. Среди явных фаворитов команды Норд, Сияние и Сигнал. Главный судья Кубка Ненецкого округа, он же тренер лидера Юрия Чупров, не скрывает. Количество соревнований по волейболу в регионе заметно сократилось. Причина – недостаточное финансирование. Оттого местные спортсмены слабо прогрессируют и не могут перейти на новый уровень своего развития. У нас, скажем, уровень сейчас не стал расти по одной простой причине, потому что нет выездных соревнований. И мы здесь, так скажем, в одном котле находимся не вперед, не назад. Вот это и плохо. Поэтому у нас нет продвижения вперед, как бы мы хотели, как тренера хотели, как бы хотели сами воспитанницы. Вот это самый огромный минус. Изменится ли ситуация в ближайшем будущем, сказать никто не может. Выездные соревнования просто необходимы. Ведь опыт, полученный в играх с более сильными соперниками, напрямую влияет на развитие спортсменов. А еще это стимул. Стимул к победам. Если нет побед, значит нет результата. Иван Кутенников, Олег Катанзейский, Игорь Тарасевич. События недели. Это была программа «События недели». Увидимся ровно через неделю в это же время на телеканалах «Север» и «Россия» Денина Ринмар. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!